Дальше Бог говорит ему, вот чтобы по-настоящему служить мне, чтобы ты не был опозорен, ты должен быть смелым, ты должен стоять твердо, ты должен быть абсолютно уверен во мне и иметь связь со мной, тогда ты сможешь пройти, тогда ты не будешь опозорен. Потому что то, что ты будешь делать, будет вызывать большое непонимание, и не просто непонимание, а даже вражду, мы-то думаем, что если я делаю то, что Бог хочет, передо мной такая дорожка ковровая, и все говорят, какой великий помазанник, как он мощно служит Господу, сколько людей там исцелилось, сколько людей пережило чудо. Вот у нас эти искаженные картины современных помазанников, которые по большей части обыкновенные шарлатаны, которые используют доверчивость масс, вот это и есть служение. Настоящее служение очень часто вызывает непонимание, отвержение, агрессию и часто вражду. Какую вражду? А Бог и показывает, смотрите, здесь, кто же будет враждовать. И тут посмотрите, вот три категории людей, которые будут недовольны служением пророка, и очень часто именно вот эти три категории людей недовольны людьми Божьими. Смотрите, вот против царей Иуды и против князей его, это первое, власти и чиновники. Первое, кто недовольны. Второе, священников его, священники и местные пророки тоже были очень недовольны пророкам Иеремии. И третья категория, против народа земли сей, то есть простые, простые люди. Почему же они были недовольны? Вот если мы возьмем первую категорию, власти и чиновники. Да потому что Иеремия приходил, и он обличал их. Он говорил, да вы что творите? Вы обогащаетесь. А люди все больше нищают и нищают. Ваше правление несправедливое. Распоряжение финансов, оно несправедливое. Вы о вдовах не заботитесь, о сиротах не заботитесь. Вы заботитесь только о вашем кармане. Вы взываете к патриотизму, говорил Иеремия, но ваш патриотизм, это просто-напросто заставить людей умирать за ваши интересы, за ваши богатства. Вот весь ваш патриотизм. Как таких людей называют сегодня? Называют их диссиденты, да? Называют иноагенты таких людей. Ну, точно они члены общественной палаты Иерусалима, их называют. Вот такие люди. Иеремия встал у них на дороге и их обличает. Обличает их. Они стали обвинять его. Да ты что, Иеремия? Ты вообще не патриот? Ты свою страну не любишь? Потому что, когда людям угрожают их интересы, сразу же ты страну не любишь. Вы знаете, очень напоминает современное время, да? Когда мы видим, как непростое время мы живем. Благодаря всевозможным санкциям, цены в магазинах все выше и выше. Общаешься с людьми и часто материальный уровень людей падает. А в это время богачи, олигархи нашей страны, у них по Форбсу, по данным Форбса, у них их состояние в долларах только растет все последние годы. Не даром говорят, кому война, кому мать родна. Люди богатеют. На чем? На несчастье других. На проблемах других. Скажи, подожди, подожди. Это политика, а политикой мы не занимаемся. Скажи об этом Иеремии. Не занимается он политикой. Ей жизнь. Ей жизнь личная. Жизнь семейная. Жизнь общественная. И Бог желает действовать в каждой из этих сфер. Бог желает наполнять каждую из этих сфер. Мы хотели бы иметь такого карманного Бога, чтобы у нас такой Господь. Вот мы тут собираемся и тут что-то друг другу служим. Вот так тихо, мирно. А Бог говорит, я тебя направляю ко всем. И к вельможам, и к князьям народа, и к правителям. Естественно, эти правители, они не просто не любили Иеремию. Они его ненавидели. Когда царь Иоаким прочитал пророчество, которое поступило от Иеремии. Он был такой в гневе, он разорвал на маленькие кусочки и сжег это все пророчество. Терпеть его не мог. А потом решил и с пророком разобраться. И из-за того, что он так себя плохо ведет, и дух народа патриотический как-то он не поддерживает, то царь Иоаким повелел его бросить в темницу. И Иеремия оказался в темнице за свои пророчества. Потому что он говорил о разрушении Иерусалима, о том, что Бог будет наказывать иудею за грехи, за беззаконие, за всевозможные несправедливости. И бросили в темницу, в темницу, где была плохая вода, где была очень скудная еда. Но Бог предупреждал, будь смелым. Скажет, Господь, вот на такое я не договаривался. Стоять на сцене я договаривался, вещать людям я договаривался, чтобы там стадионы слушали, аллилуйя, аллилуйя. Вот на это я, Господь, согласен. Чтобы потом меня там с охраны уводили в машину, садили. Вот это, Господь, я готов вынести ради имени Твоего. А вот это? Не, не, не. На такое я не договаривался. Но потом его освободили, конечно же. Но при царе другом уже Сидекии, его снова бросили, на этот раз в грязный колодец. Его там обвинили в демориализации воинов, что он разрушает боевой дух иудейской армии против интересов. Вот оказался он на глубине колодца после этого. Однажды, когда он уже освободился и был у ворот Иерусалима, его тоже обвинили в дезертирстве и повторно заключили снова в темницу. Вот так власти, вот так чиновники, вельможи, олигархи этого времени относились к человеку Божьему, к пророку. Вторая категория, которая ненавидела его, это священники и пророки. Потому что это же не то, что вот Еремия говорил о Боге, о том, что важно Господу служить, а все остальные говорят, нет, мы в Бога не верим. Нет, они как раз верили в Бога. Да еще как верили, лучше, чем Еремия верил. Потому что Еремий это был еретик, понятно, а их священники были нормальные. Их священники были правильные. Поэтому, когда там Еремия что-то говорил, то священник-пасхор бил его, Еремию, и заключил его в колоду за его пророчество. Потому что то, что говорил Еремия, расходилось с тем, что говорили эти пророки. А они говорили о мире и о безопасности. Что нашу сторону Бог любит больше всех и благословит больше всех. Что ничего плохого с нами не приключится, потому что Бог на нашей стороне. это любимое дело всех лже-пророков на ремнях писать с нами Бог и идти воевать. Любимое дело. Такие пророки утешения говорили то, что хотят от них слышать. И Библия говорит, что люди всегда себе любят выбирать тех, кто льстили бы их слуху, а пророки Божьи не льстят слуху, поэтому они как бы не собирают так много лайков, как прочие. Но Еремия это не остановило. Он говорил, что ваши пастухи пастут сами себя. Он говорил, что ваши пророки, они говорят ложь, говорят неправду. Как такого можно любить? Как такого можно любить? Самое главное, что Еремия говорил, послушайте, настоящее служение Богу это не исполнение обрядов и не исполнение ритуалов, а это когда ваши сердца принадлежат Ему, когда вы стремитесь внутри себя исполнить Его волю, когда вы пытаетесь в своем характере уподобляться Его, Его благости, Его справедливости, Его милосердию. Вот что такое настоящее служение.